доброе утро 7 апреля немножко выезжай не с того места где вчера остановился это мы в Аббатском остановился я спать вот здесь вдоль дороги вот так меня ставил взятка охранник все встал заглушил сейчас красиво так мусор выкинем вот кстати удобно сделано и не надо это остановился все и поехал дальше удобно базара нет у меня лень было мусорку бегать искать вот короче остановился ткнул свой заглушил ткнул автону завелась пока там чайок туда-сюда вот так сидел час все работало без проблем уже улегся в этот в люльку уже и засыпать начал слышу что-то дымок пошел запахом ну думаю наверно опять задымило цинская багажа это сколько каких тут ямы это эска летит давайте пропустим 440 с вот короче начал ну и так еще через пару минут смотри что тишина какая так еще один глаз приоткрыл смотрю это все вырубилось учет так спать хотелось в общем я уснул проспал без автономки ночь проснулся где-то час пол восьмого проснулся где-то в пять утра да что я не понял это мы так парим или это мы так дымим потому что наверно парим да испугало вот проснулся в пять утра ну от холода естественно попробовал пятого даже ткнул нифига только ванизм в кабине не завелась она не завелась ну а чё вылазить то например надо а ну то холодно а получается ну вот как как вот я терпеть не могу поставили состав заставили со всех сторон спереди спереди сзади сбоку машинами ну что делать завелся ну чё люди извините ну вылазить под одеяло когда а на улице минус два ну холодные ночи еще все все завел оборотов немножко дал минут через 15 пошло тепло ну тепло уже стало довольно таки вылез и тут смотрю впереди машинка выезжает но мне как бы еще ехать рано нужно еще там туда-сюда кино вино домино завтрак помыться побриться ну я думаю дай выйду куда-нибудь чтобы людям ну не стоять не молотить людям не мешать спать муж на духом стоять жужжать этим двигателем все и выезжаю от уже как бы с елки люди поразить начали разъезжаться пять утра уже светло было уже вот переехал там постоял получается еще два часа пока там все свои дела по поделал вот ну что надо что-то делать с автономкой надо ну надо менять эту сеточку чистить менять там котел выпаливать да у нас это навороченная это автономка тоже а бы кому обращаться с ней как-то тоже стремно чем что-нибудь там не наделали уже мокрая у нас же с воздушной системой запитаны в общем не знаю пока решили так едем до кургана сейчас в любом случае еще в минске еще в минске в москве еще раз рано руководство проснется либо на это на сибирских этих воротах за уральском тракте может быть там какой-нибудь ремонт официальный автономок есть либо уже тогда на сканию заедем сделаем диагностику ну тут в общем то и так все понятно ну никто же не начнет ее там делать разбирать снимать допустим на той же скании без официального без диагностики диагностика там она копеечная вот а потом уже будем думать в любом случае делать надо потому что вот она запустится час поработает и все начинает дымить ее заливает уже все у нас уже там и топливом заливает она не воспламеняется это топливо и короче ей нужен ремонт от этого никуда не денешься это расходник ну и так я же повторюсь может быть три зимы она нам отработала без проблем посмотрим доберемся до кургана там определимся пока еще только пол седьмого нет пол восьмого утра местного до кургана еще так это приличный кусок работы поехали решим соответственно с ишима уйдем левее на бердюжье курган и так далее смотрите какой интересный груз везет их это ракет на установку какую-то как штуковина у него стоит легкий-легкий наверно вообще веса нету парня и на бердюжье кем-то туманом встречает готовьтесь через 800 метров ехать на дорогу с круговым движением уже братцы армяне километров наверно 40 с 50 так это в таком туманчике нехилом ездим что тут бердюжинские до стоят на колечке стоят они это транспортники смотрите второй раз их здесь наблюдаю и вот второй раз я вижу что транспортники делка останавливаются что они делка стали цепляться используйте удивительно ник раньше до этого я не видел что понеделька ну вот эти российские местные перевозки трогали сейчас вот я смотрю ну здесь иностранцев то нету как нету мало в прошлый раз я ехал они тут стояли сейчас и вот что то они к этому к этим делкам наверное где то согрешили в омске видел вот они делка останавливали здесь здесь ну вот вверх уже я их второй раз встречаю в прошлый раз возвращался они здесь тусовались на колечке и сейчас туман туманчик туманчик у нас какой-то ну что то километров через сколько 20 30 у нас немножко начнется бездорожье там немножко до этого до этого до чистость дерева километров 40 50 и потом опять все будет хорошо ну вот отбора сделал он там все поле черное видите он вдалеке ну метров 200 я вот здесь вот так ушел как раз и там трактор тарахтел и запашок такой стоял шанель номер восемь видно удобрение то уносил часто зерей часто зерей часто зерский автобан раньше был бердюрский автобан сейчас часто зерский часто зерский зерский немножко уже осталось обойти часто зерей и все и в общем то автобан закончится дальше начнется обычная дорога сейчас что-то их не видать в поле тракторов но другие участки перебрались заняты а там что-то он какие-то что за предприятия там часто зерей такое интересно издалека не разберешь еды вот 35 быстрее тут особо не поедешь в данном участке не спеша немножко потерпеть михалыч местных дорожку провожаем тут еще не сейчас бездорожье закончится часто зерский район закончится и тогда все наладится у нас это уже шкурганская область все мы уже уехали в общем то можно было бы остановиться наверное давайте тормознем вот как тут не должен утонуть какой симпатяга да близко не подойдешь тут болото еще еще не высохло но симпатичный такой михалыч и тут мы такие мурзатые что я не понял что это у нас там дымит такое а это выхлопная это точно не здесь выхлопная это у нас вот здесь не понял я что там за дымочек такой автономку не запускал уже нет что это было вот тут пока все нормально все на месте грязь тоже все хорошо колесико это среднее едет дай бог я думаю все таки оно доедет должно доехать так так с той стороны уже за одну глянем да обойдем пробитая все хорошо все хорошо вот там люди едут убегаем с поросядами поехал или за коровками ну вот так и красавчик вот вам и апрель пока мы тут михалыч им любовались часто озерским стих пошел ну это понятно что тут ничего страшного но сам факт середина апреля ведь снежочек мелкий противный какой-то но ну он начался и машинки мокренькие идут когда уже это безобразие закончится кто знает ответ на этот вопрос наверное я знаю после пасхи машинки хорошо мокренькие идут были сухенькие грязненькие видите такие желтенькие симпатичный такой вид у нас снизу сейчас этот вид станет грязным мокрым ну хоть может этот зоопарк отмоется со стекла лобового ототрет 55 отсюда до Макушинского кольца там уходим направо уйдем на Куркан по печке пока тишина рано еще рано еще обещал показать что нам загрузили в зоне строгого режима лебяжьи поворот кольцо рост нефть надо чайку попить или не пить короче надо покурить 45 минут вот вот такие крышки вот они до какой а дачный сезон так что если вы будете закатывать крышками дачный сезон а не закручивающийся а не закручивающийся вот имеется ввиду сделано руками заключенных колонии номер 7 города Омска вот так вот так вот так это что не пойму я что это такое сорвали мне вот этот вот сейчас смотрю у меня был там еще один осталась только одна и с той стороны одна с этой стороны было две вот ну ладно что тут уже сделать претензий тоже не придяешь никому что вот так вот такие крышки домашний сезон закручивающийся я не знаю весь прицеп такой не весь попробуем позвонить по поводу автономки не на сканью кургана другой телефончик далее ой вот сейчас попробовал запустить смотрите что делается взимаемый абонент не отвечает ну видите какая дымолуха и все она что-то не запустится голоду ему дал ехайте не бойтесь не горю так что сказать курган и ремонт автономки отменяются объясню почему так то мы здесь в общем нашли контору ну кроме официальной скани сервиса сейчас кольцо будет на тюмень направо город транс холод они как бы ну они говорят нам надо нужно знать официально какая автономка ну то есть знать хрен узнать вебаста вебаста есть ли у нас запчасти а у нас же ну не так все просто сейчас вот так на стояночке стану покажу вам ее там только одну демонтаж этой автономки сливать антифриз наверное нужно у нас же все же завязано через систему охлаждения на движение когда будут делать его будут и уже смотреть автономку то есть заезжать сейчас здесь на скане курган для диагностики ну скажут они то что она не работает делать мы здесь не будем используйте используйте второе съезд используйте используйте второе съезд поэтому короче получил команду ехать ну в общем то ночи не такие уже и холодные там 0 я сегодня посмотрел сегодня так все получится в чебуркуле два тепла ну то есть в общем то можно переночевать ночевались раньше там пока кабина теплая лег уснул ну как сегодня потом проснулся машину завел 15 минут 20 с оборотов дал она прогрелась все и можно выползать из-под одеяла чтобы не отвлекаться сюда туда куча тут куча это так то в принципе сегодня среда четверг пятница в субботу мы забираем Михаила Владимировича воскресенье в чехове и все там он день воскресенья отстоял в понедельник погружаться и на сервис с прицепом в общем вот так такая такая получил установку ну что то 10 раз на эти сервисы не заезжай чтобы одним ударом одним махом потом все сделать ну кстати 17 километров скания сервис запчасти сервис автомобилей курган скан одним махом все сделать едем едем так ничего страшного очень момент переживем понятно если бы там минус пять минус десять ну и ниже то само собой бы машина не глушилась ну а если ноль плюс два пару ночей можно и перекантоваться не критично на благо на благо концессии можно и потерпеть ской какие неудобства так курган скан у нас у нас вот здесь находится где зауральский тракт где немножко хорошая дорога но только немножко вон 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 видите так-то надо было сейчас сюда зарулись но дали команду не заезжать так-то я там и смотрю и машин то не видать команда получена не побыкуешь исполнять надо сказано ехать значит едем сказано поцерпеть значит поцерпим автономка сейчас вот с левой стороны будет стоянка заеду там завтра пообедаем время уже третий час и тогда я покажу где у нас автономка стоит не все так просто это не то что в старых скане там холодильник вынул 4 болтик открутил 2 2 патрубка снял и все вот те автономка демонтирована здесь все намного сложнее вот она короче наша автономка вот она стоит это чтобы ее снять вы поняли что вот она опять пошла дымить я пробую опять запустить вот опять только дым идет и все за что повезти так просто туда не добраться вот но она сейчас не запустится вот так пробую а вдруг скажем так пробьет тоже наверное вряд ли ее пробьет поэтому сейчас тепло хорошо днем нормально а ночью перекантуюсь пару ночей-то а дальше уже пускай миха и михаил владимирович решает вопросы как он будет ночевать пойдем сходим тут столовую посмотрим что тут сербанем борщица какого-нибудь а еще хотел показать коптит видите как свернул это это когда съезжал с этой из тюрьмы выезжал там получается такой съезд вниз там будут где досмотр потом такой резкий съезд вниз и вот видно что короче получается вот это лучше только из поворотом получается вот этой штукой я зацепил вот это вот она то держится но я ее немного цепану ее просто нужно будет потом взять кувалду расцепиться взять кувалду выровнять и и все и она будет стоять да я сегодня только заметил это сто процентов вчера когда выезжал с этого с тюрьмы получилась такая вот оказия опа чё дымим да имеем воровайка с процентом грузовой эвакуатор называется вот так вот сервис на такое таких еще не видел дать нефть перед челебинской объездной сейчас заедем померяем посчитаем нам надо заправиться это не так нефть 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 не так нефть какой жена какая жена дать нефть Это регион Луна, у вас субботник. Это что-то не то, это какая-то франшиза, очень похожая. Сейчас должна быть Татнецовская заправка. Газпром есть, Татнецов должна быть. Если я ничего не путаю, я не путаю. Удивило то, что машин нет, обычно Татнецов всегда забито машинами. А почем тут Газпром 48.30, Татнец будет все равно дешевле. Вон наша Татнец через километр, я что-то уже испугался. Ой, ну неужели так память подвела? Не должна была бы я, вроде как. Тут как раз все равно пацаны в кого-то уперлись. Какого-то бригадирчика. Так, отсюда где-то ориентировочно 1050 километров. До Новоспасского я уже так пробил. Ну, примерно. Ну, где-то, грубо говоря, надо спалить 320 литров. По 30 считаю, правда, сейчас расход 27,8. Ну, беру по 30. 320. Ну, вот сейчас надо заехать, кинуть линейку в бак. Узнать, сколько там в баке. Потому что эти проценты, проценты там рисуют 16%. Просто посчитать, сколько точно. И прикинуть, сколько нужно туда пулить. Свободно, удивительно. Перепроложить. Так, мне под правый бак, только под рабочий. Может, бензовоз сливается, поэтому, может, не заправляют. Такое может быть. Такое. Такое. чтобы точно до зимы 17 сантиметров надо пойти на калькуляторе посчитать мозги не сработают он даже парня гаса скани и сказал что вот за мной ехал видно что прицеп криво идет за этого моста так мы заливаем 250 литров я померил сейчас баки 160 надо спалить 320 и 250 если залить по итогу остаток будет где-то примерно 90 литров посчитал по 30 возьмет меньше значит меньше ну так с небольшим запасом 90 литров что было у новоспаска нормально потом новоспаска уже полные баки опять так как наши колесики ну да вы живет я вот за это план ошибка это выжило до до москвы до москвы до москвы то 2000 километров осталось ну и это доживет до москвы отлично отлично говорит боком идет прицепу так вот говорит все из-за этого моста это 4750 дешевле дешевле сурово челябин встречает нас суровым дождиком снега смотрите вообще нету так еще вот только там джеревца так все не знаю завтра на урале написано снегопад хотя и плюс 5 температура вечереет у нас уже 28 до чебуркуля дальше не поедем среда нам только в субботу михал владимирович забирать то есть нам получается завтра от чебуркуля до этого до пензы два дня надо ехать поэтому куда торопиться торопиться совершенно некуда уже челябинска пойдем туда на чебуркуля и все там приземлимся завтра как выспимся так и выйдем сколько получится без автономки выспаться сейчас попробовал опять не запускается дождик возможно в горах и плавно превратится в снежок хотя там вроде как в сторону гор посветлее весна в этом году с причудами то снегопад то дождь еще какой катаклизм природной традиционно налево суровая объездная суровыми горностаями на запад это уже подготовка к суровой объездной уфа 413 километров отсюда потихонечку не торопясь хорошо ладно повернем направо что что через город точно не поедем говорят можно севером обходить там подальше километров на 20 вроде дорога лучше то сколько то 153 42 бумажки более подробно 42 это северное сурового участка конец вот этого на который мы выходим как раз в прошлый раз сюда заехал начался снег сейчас начался дождь поехали горностаев считать всю суровую объездную обложили суровые полицейские уже после троевского тракта свернул 15 километров здесь уже на м5 осталось а то и объездой только три машинки встретил и вот стоит что это у них такое зареет какой-то ой 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 подзабыл подзабыл вспомнил что здесь серьезные горностающие лица и отвлекли какой-то рейд у них вечерний почти темно ехать то осталось немножко здесь 15 14 и там километров 40 наверно и хороший 9 час как раз здесь припаркуемся достаточно на сегодня поедем туда на ту стоянку заедем посмотрим что там за стоянка когда-то ночевал тут совсем грустно вроде как дымок то какой-то идет ну не машин никого ну как то ну совсем грустно проедете 14 километров проедете 6 целых здесь кстати банкомат все забить и все забито так нет ну да почти все забито места есть еще поэтому здесь банкомат есть на этой стоянке здесь банкомат есть на этой стоянке мы уже посетили ваш комплекс поэтому паркуемся хозяйка здесь на собор подорожный страбак организации организация реорганизация ладно братцы сейчас кого-нибудь встанем все время да время 9 на так стать что если вдруг я уже совсем посреди ночи замерзну а ну вот люди сюда мордами стоят на я туда загоню мордой и поможите вот еще мест хватает человек туда мордой загнал все спокойной ночи на сегодня и как и что и и и и и и и и Продолжение следует...